Всем привет! Вы слушаете 34 выпуск подкаста ZXChip микрофона Nodius. Сентябрь 2017 года отгремели все самые крупные демопати этого года. House Constructions, Verve. Эти пати подарили нам пачку совершенно чумовых треков, а также совершенно неожиданное, а на самом деле с нетерпением ожидаемое появление на музыкальной сцене спектрума одного из крутейших музыкантов Фатал Снайпа. Да и не похоже это просто на появление, я бы даже сказал, что Фатал Снайп ворвался прямиком на пьедестал и совершенно справедливо там укрепился. Его трек Fight for the Light занял второе место в конкурсе о Y-музыке на House Constructions. Более того, он с успехом отыграл музыкальный сет на фестивале, чем всенепременно порадовал все спектрум сообщества и всех своих многочисленных фанатов. Чего греха это и мы все в той или иной мере фанаты Фатал Снайпа. Пожелаем ему дальнейших успехов и ждем участия во всех следующих пати. Я оговорился, что появление Дениса было с нетерпением ожидаемое. Все так. Дело в том, что сообщество спектрумузыкантов сейчас сплотилось вокруг группового чата в мессенджере Телеграм. И сейчас там уже более полусотни человек. Более того, в последнее время приходит все больше и больше людей. Я из Антариса, Мегус, Айронмен, Айр. Представляете, что будет, если все старички соберутся и выдадут на гора новые треки на какой-нибудь пати. А еще лучше на все сразу. Вот это будет заруба. Теперь из зала не то, чтобы народ выходить не будет с началом конкурса Игрик Музыки, а побегут в зал, только заслышав первые столь нами любимые трейльки. А еще одно событие, всколыхнувшее интерес к спектру музыки, это релиз Vortex Tracker 2.0. С тонной изменений, что очень порадовало всех пишущих музыкантов и, как мы видим, подогрелый интерес у всех старичков. Герой, не побоюсь этого слова, который не побоялся влезть с головой в исходники Vortex и довести до ума за кратчайший срок Vortex до релиза под номером 2.0, это Иван Пирог, также известный на спектре как Vortex. Подробно обо всех изменениях Иван написал на хайпе. Если кто не знает, это такая площадка для публичного выражения мысли, обмена контентом среди людей, которые в одной теме. А тема наша – это все, что относится к ретро-компьютерам, творчеству, связанным с ними, то есть демо-сцена, программирование, создание музыки, графики, в общем, все, что касается ретро-компьютеров, ну и также другие близкие к этому темы. А вот общение по поводу разработки как раз происходило в том самом групповом чате в Телеграме по адресу t.me.specimusic или в поиске можно просто набрать спеки-мьюзик, это открытый чат, всем можно туда зайти. Если вам интересна музыка на спектруме, если вы хотите пообщаться с музыкантами, обсудить музыкальный софт, новое железо для музыкантов и все, что касается музыки на спектруме, милости просим в наш уютный чатик. А еще у нас есть круглосуточное радио, где можно послушать тонны музыки с демосцены, трекерную музыку, чиптюн, подкасты. Сейчас в базе уже более 8000 треков, база постоянно пополняется. Заходите, подключайтесь, слушайте лучшую музыку демосцены и спектрума на нашем радио. Радио по адресу hypradio.retroscen.org Приходите, слушайте, наслаждайтесь. Быстрее всего база пополняется треками именно со спектрум сцены. И вот буквально до конца сентября в ротацию попадут 200 треков ЕА. Спасибо, скажем, Илье за вклад в музыкальную сцену спектрума. Очень ждем от тебя новых треков, новых призовых мест на пати. Очень надеемся, что ты останешься с нами еще очень и очень надолго. Давайте же вспомним, какими треками нас радовал этот музыкант из группы Антарес. Илья Гринга Продолжение следует... 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 Продолжение следует...